Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. В наши дни юстировка телескопов с помощью одного лишь чешира используется довольно редко. Современные коллиматоры одновременно с технологичностью и удобством использования позволяют любителям астрономии получить более точные результаты. Сегодня мы расскажем о юстировке рефлектора Ньютона с использованием лазерного коллиматора. Принцип работы такого коллиматора основан на применении лазерного луча, который движется вдоль оптической оси телескопа. Таким образом ось визуализируется, упрощая точную установку всех оптических элементов телескопа. Конструкция лазерного коллиматора представляет собой трубку с посадочной юбкой под фокусер диаметром 1,25 дюйма. Внутри трубки, точно по оси корпуса устанавливается источник лазерного излучения и элементы электропитания. В корпусе коллиматора также имеется выключатель питания и контрольный экран. В нашем коллиматоре выключатель представляет собой кнопку, расположенную в его верхней торцевой части. Экраном является мишень, скошенная под углом 45 градусов к оси прибора, подобно зеркальцу чеширского окуляра. Луч лазера коллиматора, отразившись от диагонального и главного зеркал рефлектора, возвращается назад к экрану мишени и служит индикатором точности юстировки. Перед юстировкой лазерным коллиматором необходимо предварительно выставить диагональное зеркало с помощью чеширского окуляра либо ему подобного устройства. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего обзора по юстировке ньютона с помощью чешира. После этого продолжать юстировку мы будем уже непосредственно с помощью лазерного коллиматора. Необходимо вставить его в посадочное место фокусера диаметром 1,25 дюйма и включить питание. Лазерный луч коллиматора, отразившись от диагонального зеркала должен попасть в центр метки на главном зеркале. Если это не так, то немного отпустите контрящий винт оправы диагонального зеркала и юстировочными винтами направьте луч в центр метки главного зеркала. После попадания в центральную метку на главном зеркале луч лазера должен вернуться в центр экрана коллиматора, иными словами в точку выхода. Если это не так, то отпустите контрящие винты оправы главного зеркала и юстировочными винтами направьте луч в центр экрана мишени. Далее снова необходимо проверить попадание лазерного луча в центр метки на главном зеркале. В большинстве случаев луч не будет на месте, поэтому подстройку диагонального и главного зеркал придется повторить 2-3 раза, все точнее и точнее. После этого для окончания юстировки следует затянуть все контрящие винты. Итак, подведем небольшие итоги. Юстировка с помощью лазера является вполне доступной как продвинутому, так и начинающему любителю астрономии. Нельзя не отметить простоту и удобство использования лазерного коллиматора, а также наглядность этого метода. Однако следует помнить, что для успешной юстировки телескопа Ньютона первым делом необходимо выполнить установку диагонального зеркала. В противном случае успех процедуры не гарантируется, и Вы рискуете получить юстировку инструмента, которая окажется некорректной. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине! Субтитры создавал DimaTorzok